Всем привет! Это обзоры Лего и его аналогов от Каллен Красный, и сегодня у меня в обзоре замечательный набор Лего серии Марвел под серией Infinity Saga под артиклом 76237, который называется у нас «Святилище 2. Финальная битва». В наборе у нас 322 детали, количество мини-фигурок 3 штуки и год выпуска 2021 год. Я бы хотел даже сказать конец 2021 года, и розничная его цена на момент 2021 года составляла 3699 рублей. Я купил данный набор в магазине «Детский мир» за 3300 рублей примерно где-то в этом районе. Сейчас в целом данный набор очень трудно где найти такую цену. Почему я купил так дешево? Потому что у меня были баллы, и, скажем так, этот набор стоял в моем списке. Почему я его хочу себе чуть позже объясню. Вот, заставил в моем списке, и в моем городе, в «Детский мир», которые мне доступны, к сожалению, не было, скажем так, более чего-то интересного и доступного мне. Вот, и я решил все-таки потратить эти баллы на вот этот набор, потому что его хотел. Но сразу вам, наверное, скажу, что даже розничная цена на тот момент за 300 деталей, она, конечно же, достаточно большая. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить обзор на все новенькие LEGO и его аналогов. Приятного просмотра! В общем, что это такое? Это у нас корабль, массивный корабль Таноса, как говорится в официальной вики, Marvel. Это даже не флагман, это не главный корабль, просто массивный корабль Таноса. Где мы его видели? Где вся эта ситуация, собственно, происходила? Это у нас наборчик, посвященный непосредственно последнему фильму о «Мстителях», который называется «Мстители. Финал» и последней финальной битве, где у нас дерется непосредственно сам Танос с Железным Человеком, и он говорит следующую фразу. «А я... так просто... Железный Человек». Щелкает перчаткой, и, соответственно, Танос погибает. Что хочу я вам сказать особенно об этом наборе? Почему я его взял? Ну, скорее всего, более из-за мини-фигурок, потому что мини-фигурки здесь очень хорошие. И касательно две мини-фигурки, которые меня интересовали в мою коллекцию официальных, настоящих, оригинальных трех мини-фигурок Marvel, это Танос и Капитан Марвел. Не сказать, что сильный Железный Человек сильно по нему тащусь, или хотел бы вот ради него. Просто как приятное дополнение, и плюс вот эти прикольненькие элементы. Вот. Хочется, наверное, выразить больше респект LEGO за то, что они сделали данный корабль не большим, не громоздким, не раздули его там до формата, не знаю, какого-нибудь большого крейсера «Звездных войн». Сделали он небольшой, реально. Так-то в фильме он большой, гигантский, но по факту нет, и за это им спасибо. Наверное, потому что зачастую LEGO страдает гигантизмом, делая какие-либо большие наборы, запихивая туда фигурки. Здесь, скажем так, коротко, ясно и всего лишь тренинг фигурки, но цена, блин, старая розница дорогая. Можно сказать, что я купил по старой рознице, но все равно дорого. Сейчас, насколько я знаю, его можно поймать в детском мире от 4400 рублей у перекупов на авито примерно по этой же цене. Так, нас здесь встречает уже, скажем так, обновленная версия под серией LEGO Marvel. Очень мне нравится вот эта комиксовая история слева, потом мне нравится то, что здесь у нас всегда на лицевой стороне оригинальный рисунок, и на обратной стороне там уже LEGO-версии. Здесь нас встречает непосредственно сам Танос с «Печатками бесконечности». Я вам честно скажу, что фанат Таноса, мне нравится персонаж, мне нравится то, как он выглядит, ну вот это заметно по Таносу. В общем, три мини-фигурки, и что у нас на обратной стороне данного набора? На обратной стороне, как я говорил ранее, у нас представлена уже LEGO-версия по функциям набора. Они достаточно скромные, тут ничего особенного. У нас стреляют вот эти пушки, это еще старые у нас бластеры, фены старые, и открывается кабин, когда сажается там. Все, больше ничего, крылья не расправляются, ничего, ну и какой-нибудь такой фон. Больше ничего интересного по функциям. Так, ну давайте мы вскроем данный набор и посмотрим на него. Так, честно, не знаю, сколько там должно быть пакетиков, но по заполняемости у нас ровно полно на коробке, то есть можно было на коробке точно сэкономить. Хотя не любители могли бы и больше еще сделать коробку. Скорее всего, у нас там три пакетика, наклеить тут немного. Раз, два, три, ага, и четкая инструкция, больше ничего нет. Так, давайте посмотрим на инструкцию, замечательная вот такая инструкция, большая. Ее трудно будет использовать вторично. Так, старая инструкция у нас еще, старая, здесь нету процесса сборки. Интересных деталей здесь, по-моему, тоже каких-то либо новых нет. И у нас должно же быть каталог новинок того года. О, да, вот он. Замечательный набор, на самом деле, вот, перевыпустились, перезапустили серию Marvel. До этого тоже были посвящены наборы, они такие, в основном, были все белые, отвратительные наборы, я не знаю, как они продавались, но не очень они заходили фанатами, насколько я знаю. Замечательный был год, 21, на вот эти наборчики, они все топовые. Вот я еще очень сильно хотел себе 186, 190, 190, конечно, больше, но его сейчас тоже становится все труднее достать. 192 не так сильно, об этом я и не сильно-то и мечтал. Вот. Вот такие были прикольные новиночки, к сожалению, сейчас их фиг достанешь. Так, по пакетикам у нас три пакетика замечательных. Отдельно у нас вот такие элементы и наклейки. Наклейки у нас здесь всего лишь на всего 7 штук. Ну, прикольно, прикольно, не знаю, буду их клеить или нет, посмотрим. Так, давайте все это дело сверем. Итак, наш набор собран, и я хочу вам сказать, ребятки, что он меня приятно удивил. Знаете, даже больше приятно удивил, чем разочаровал, хотя есть небольшие свои минусы. Так, ну, давайте мы начнем. Начнем мы с замечательных мини-фигур, которых тут аж целых три штуки. Начнем мы с Капитана Марвел. Вот такая у нас Капитан Марвел, замечательная. В принципе, я хотел эту фигуру к себе в коллекцию, именно по супер героям Марвел. К сожалению, здесь нет принтов на ногах, на руках, по-моему, в какой-то версии данного персонажа они были. У нас принтик спереди и, естественно, принтик сзади. По выражению лица у нас выражение лицо, по-моему, оно от Ли или от Падмы, в общем. Два выражения лица, второе выражение лица. Конечно, если бы не эта женская улыбка, то сошла бы за простого какого-нибудь мужика, супер героя. Ну, средняя мини-фигурка, хотелось бы, конечно, приняты на руках и на ногах. Так пойдет. И прикольно, что у нее имеются вот эти всякие прикольненькие огненные элементики. Они мне нравятся, в коллекцию всегда заходят. Так, следующая мини-фигурка у нас Железный человек. Это у нас по фильму Мстителей, финал, по последней части, где у нас Тони Старка делает челчок рукой. Вот, также все хорошо. В принципе, замечательно. Принты на ногах, на руках, на торсике. На руках нету, к сожалению, а хотелось бы. И сзади принтик. Я не помню, какой это у нас марк. Вот здесь будет точное его название. Старый у нас еще такой шлем. И под шлем у нас, естественно, два выражения лица. Вот такое классическое выражение лица. И у нас, естественно, выражение лица с компьютером. Круто, что стали добавлять вот таким персонажам, которые у нас летают с помощью тяги реактивной, либо же на своих двоих ногах. Добавили вот эти элементы. Это дополняет мини-фигурку, выглядит намного живее. Следующая фигурка у нас Танос, ради которого, собственно, и покупался данный у нас набор. Вот такой у него длинный меч. Как всегда, он больше самой мини-фигурки. Ну, в принципе, выглядит вполне канонично. Хотя китайская версия мне больше нравится. Вот так у нас выглядит Танос без своих аксессуаров. Вполне канонично его. Вот эта золотистая броня прикольненькая. И сзади у нас принты. На руках у нас, конечно, здесь не должно быть принтов. Хотелось бы еще второго выражения лица. Но, в принципе, и так сойдет. Вот. По Таносу встречались несколько версий вот таких, именно мини-мерсий. Я считаю, что мини-версия, она прикольная. Имеет место быть, в отличие от ее Бигфиги. Ну, хотя бы в таком наборе. Потому что, ну, сюда не запихнешь никак большего Таноса. Вот. Ну, прикольная моя фигурка. Я хотел себе такую фигурку в коллекцию. Ну, и подобок Сару. Это у нас перчатка бесконечности. Вот такая вот, никчемная. Почему она здесь золотистая, непонятно. Хотя, должна быть здесь красного цвета. А не прорезая перчатку красного цвета. Если таки наборчик по фильму. Вот. К сожалению, здесь никаких камней бесконечности. Ничего. Но, ну, хотя бы спасибо на этом, да, что ли. Ну, и сам корабль-святилище. Я хочу вам сказать, что он вполне себе даже очень. Он прикольно смотрится. Он такой, знаете, он целостный. То есть, бывает, что что-то вот болтается, отваливается. Здесь, конечно, чуть-чуть болтается. Но это незначительно, не так сильно бьется. Так, по внешнему виду он достаточно такой широкий. Вот так вот выглядит сверху, как птичка какая-то с расправнутыми крыльями. Здесь наши шутеры, фена они стреляют. Все ок. Отлетает просто отлично. Ну, ура. Потом вот эти стульчики теряются. Вот. Что мне понравилось? Мне понравилось, как сделана у нас кабина пилота. Вообще, конечно, он большой. Он большой в жизни. Прикольно, что он здесь такого небольшого формата. И такой, ну, емкий, что ли. Не знаю. Его приятно держать. Им приятно играться. То есть, он вполне играбельный. Можно побегать по комнате, поиграться. Вот. Прикольно, что все-таки в таком масштабе выполнен. И, скажем так, техника занесена в историю Лего. Вот. Но не хотелось бы реально большого. Пойдет. Нормально. Вот. Мне нравится, как выполнена кабина. Куда она садится сверху один Танос. Вот так она поднимается. И здесь имеется минимальная детализация. То есть, сюда сажаемые фигурку. Имеет небольшой пульт управления. И, типа, наверное, клавиш вот этот. Спокой или еще что-то. Вот. Прикольно. Прикольно. Нормально. Пойдет. Вот. По наклеечкам. Я наклеил всего лишь две наклейки. Сюда не стал клеить, хотя здесь имеется. Почему не стал клеить? Потому что считаю, что и детали мне могут пригодиться для самоделок. Вот. Ну, и вот так, в принципе, нормально смотрится. Также, что еще интересно? Интересно, что здесь выполнены эти гладкие детали. Они поставили. Они хорошо смотрятся. Но, если смотреть вот так вот снизу, что вот это, я не знаю, какие-то, может быть, сигнальные опознаватели или движущие элементы двигателя этого корабля. Непонятно. Мне немножечко. Вот. По косякам. Имеются косяки. Естественно, куда они... Куда лего без косяков. Это задняя часть. Сзади у нас имеется вот так все вот это выглядит. И, скажем так, вот такая небольшая платформа, которая опускается по одной штуке. Непонятно, почему нельзя было их совместить. Вот. Там что-то типа, ну, не знаю. Наверное, можно вот так вот кинуть на фигурку или положить туда аксессуары. Хотя, для аксессуаров тут имеются вот такие вещи. То есть, сюда можно прицепить что-либо огненное, крутое. Я не знаю. Ну, мечта у нас того же. Не знаю, ну, для чего они. Но, наверное, для этого. Вот. И вот так это открыть и выкинуть. Выплюнуть буквально. Но это полбеды. Это ладно. Молодцы, что сделали. Хотя бы какой-то там, не знаю, имитация внутренней кабины. Вот. Выглядит это ужасно за счет любимых леговских дырок, отверстий вот этих непонятных, вот этих несостыковочек. Можно было попробовать и поглажа сделать. Вроде как каждый год лего пытается опускать интересные детали, которые сглаживают в общий формат именно детали. Но, все же, без этого, походу, никуда. Так, ребятки, что я по итогу могу сказать по этому набору? Набор-то, в принципе, зачетный. Он прикольный, он хороший, он интересный. На 3-ми фигурки, на замечательный звездолет нашего Таноса. Вот. Отлично, прикольный, но не за ту розницу и не за ту цену, которую он сейчас продается. Он не стоит ни 3 700, он не стоит ни 4 000, он не стоит, конечно, за ту цену, которую я взял. Я напомню, что я взял его за 3 300 рублей. Ну, где-то так. Вот. Он, если бы он стоил 2 500, 2 600, да черт с ним, даже 2 800, то определенно стоило бы его взять. Вот. Если у вас есть средства его купить, то я советую его взять. Если вы хотите именно новый, хотите новый и у вас есть на это средство, то возьмите его. Если нет, то берите бу-ушку ради этих мини-фигурок. Они точно стоят того. В коллекции оригинальных фигурок Marvel, я думаю, они будут радовать любого коллекционера. Ну, а так 4,5 и я снижаю лишь 0,5 баллов за цену набора. Потому что за 300 рублей и 3 700 это дорого. Ребят, у меня на этом все. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте лайк, колокольчик, ставьте группы в Телеграмму. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok